Теперь громкая новость из Одессы. Там задержали двух подозреваемых в покушении на замглаву облсовета Олега Радковского. Кто и зачем стрелял в чиновника? Среди версий и политические мотивы, и криминальные разборки. Все подробности детективной истории у Андрея Анастасова. В Олега Радковского стреляли вечером 4 октября в центре Одессы. Он вышел из элитного ресторана, подошел к своему автомобилю, и в этот момент со стороны припаркованной ряда машины раздались выстрелы. В политику попали 4 пули, выпущенные из мелкокалиберного карабина. Сейчас его жизнь вне опасности. Вчера полиция совместно с прокуратурой и СБУ провели спецоперацию. Арестованы двое. 23-летний житель Одессы и 27-летний житель Херсонской области. За данным следствия указанные особи перебывали тогда в вечере в автомобиле. Потом один из них вышел, за данным следствия, совершил несколько пострелов, поранил посадовую особу. И потом из них на автомобиле. Во время обысков у задержанных изъято множество огнестрельного и травматического оружия, патроны, балаклавы, полицейская форма. Кроме того, тот самый карабин, из которого стреляли в Радковского, и автомобиль, на котором скрыли злоумышленники. На вопрос о заказчиках покушения в прокуратуре говорят, отрабатываются и другие лица, причастные к преступлению. Радковский занимает пост первого зампредседателя Одесского облсовета, а также руководит местной ячейкой «Батьковщины». Напомню, партийные соратники Радковского настаивают на политической подоплеки покушения. В то же время в прессе сегодня появились сообщения, что преступление может быть связано с бизнес-разборками вокруг рынка автоперевозок. Журналисты также пишут, что оба задержаны входят в организованное банкформирование с пропиской в Черноморске, это бывший Ильичевск. Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности недели. Телеканал Интер. Одесса.